На сцене Череповецкий молодежный оркестр. Мастер-класс профессиональных артистов для исполнителей юных длится 5 минут, а конкурсантам предстоит провести за инструментом 10. За это время нужно исполнить произведения разных эпох, жанров. В репертуаре должны быть музыкальные формы, кантиленные, виртуозные, крупные. Проще говоря, напевные и в быстром темпе. Мотивов простых и сложных. У нас одно и то же жюри уже на протяжении многих лет. Очень уважаемый Андрей Горбачев, Наталья Шкребкой, Владимир Пуров. Это уже такая команда, которой ей доверяют, поэтому приезжают за честными баллами. В жюри преподаватели престижных консерваторий, академий. Еще одна тенденция золотого камертона, о которой говорили сегодня, большая география. Санкт-Петербург, Новомосковск, Нижний Новгород, Нижнегорск, Волок да Владимир. Всего более 40 заявок. Леша представляет Ярославль, уверяет, побеждает везде, где участвует. А игра на балалайке – дело нелегкое. На балалайке очень трудно не склопотать мозоль на пальце, потому что если она будет, то звука не будет, то палец болеть будет. Юля играет на доме и говорит, половина успеха зависит только от того, как сидит домрист. Обязательно на половине стула, с прямой спиной и небольшим наклоном корпуса вперед. Я играю два раза в день, утром и вечером, иногда еще днем. Хотела стать музыкантом. За два дня конкурса свое мастерство продемонстрируют балалайчники и домристы от 7 до 18 лет. Каждый день прослушивания будут идти по 5-6 часов. В чем смысл? Зачем мы вообще проводим эти конкурсы? Ну, прежде всего, они преследуют цель выявить молодых и талантливых исполнителей. Тех молодых и талантливых, кто понимает важность сохранения русской национальной культуры. Именно победителей конкурс согласят в это воскресенье в первой музыкальной школе. Лучшее выступление должно быть спокойным, но очень увлеченным, сказали члены жюри на прощание юным музыкантам.